Фольклорный ансамбль из Назарьева на ярмарке народных талантов не впервые. Светлана Томилина признается, с каждым годом бороться за победу становится сложнее, соперники слишком серьезные. С каждым годом все больше становится интересных участников. И я вижу, как коллективы развиваются, готовят новый репертуар, шьют новые костюмы. Праздник уже стал таким конкурентным. Калинка, Есаул, виновата ли я? Фестивальный день в культурно-досуговом центре молодежной. Можно было услышать народные песни на любой вкус. Выступали хоры и сольные исполнители, взрослые и не очень. Некогда камерное мероприятие превратилось в событие регионального масштаба. В шестой ярмарке народных талантов приняли участие более 50 коллективов из учреждений культуры Одинцовского округа Москвы и Московской области. У каждого фестиваля своя изюминка. За шесть лет идеи организаторов не повторились ни разу. В этом году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне упор сделали на частушки. Для тех, кто хочет познакомиться с этим жанром поближе, даже издали сборник «Победная частушка». Плоды народного творчества собирали по крупицам в разных странах бывшего Советского Союза – России, Украине, Молдавии, Белоруссии. Самая главная тема – это вера в победу. Самая главная тема – это сострадание и боль за своих любимых мужчин, которые ушли на передовую. Фестиваль «Ярмарка народных талантов» прошел в нескольких номинациях. Одной из самых ярких стало «Уличные гуляния на Руси», посвященное приближающейся Масленице. И хотя участников фестиваля в этом году было несколько десятков, без диплома первый, второй или третьей степени не ушел ни один. Главный же приз «Ярмарки народных талантов» достался солистам вокального коллектива «Капельки солнца» Марии Сулеймановой и Денису Новикову, представлявшим на конкурсе КДЦ «Молодежный». Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...